всем добрый вечер напишите как меня видно слышно пожалуйста и видна ли презентация привет картинка от презентации и надо хорошо давайте я задам традиционный вопрос скажите мне поставьте мне единички кто сегодня первый раз на вебинаре отлично видно слышно хорошо кто первый раз на вебинаре ребят есть новенькие ладно значит я хочу представиться меня зовут инна пунегова я спикер компании вирекс вирекс это мультикриптовалютная платформа которая предоставляет нам возможность хранить и приумножать свою криптовалюту на их сервисе и в кошельке вирекса есть такая монета скажем так цифровой актив ripple о которой мы сегодня поговорим это тема была выбрана по вашей просьбе меня плохо слышно нормально хорошо тогда вы у себя звук погромче сделайте пожалуйста а я погромче постараюсь говорить тогда значит а сегодня мы будем разбирать такой цифровой актив ripple что он из себя представляет вот для начала я предлагаю ну рассказать по разделам пробегусь да то есть мы посмотрим новостную ленту и я задам вам вопрос то есть какие выводы напрашиваются связи с этой новостной ленты потом поговорим об истории появления как работает сети ripple сама и почему риппл нельзя назвать криптовалюты а цифровым активом ну и выводы прогнозы и дальше вопросы ответы поехали значит смотрите несколько слайдов будет по поводу основных новостей с тринадцатого года вот давайте посмотрим в октябре тринадцатого года международная оплатежная сеть зип-зеп заключила соглашение с риппл лэбс то есть с компанией об интеграции в свое программа программное обеспечение кошелька риппл что по их мнению даст компании конкурентное преимущество на рынке на мгновенных электронных переводов в мае четырнадцатого года немецкий банк фидор интегрировал риппл свою инфраструктуру в конце сентября заключаются договоры еще с американскими банками май пятнадцатого года австралийский банк содружества начинает тестировать технологию гонять транзакции между своими дочерними компаниями еще два крупнейших банка австралийских присоединяются к сети риппл шестнадцатый год компания привлекает инвестиции на 55 миллионов долларов приличная сумма теперь из ведущих банков с риппл начинают совместную деятельность здесь вот обратите внимание национальный австралийский банк входит в двадцатку крупнейших банков мира шангхайский банк со штаб-квартиры в гонконге и с представительствами в англии и сша потом банк манреаль канадский банк крупнейший и старейший подчеркиваю и ну и стандарт чартер от банка который является банк банков он не оказывает услуги физическим лицам а консультирует правительство стран и является ключевым звеном в банковской сфере дальше по новостям семнадцатый год риппл подписывает договор с национальным банком абу-даби объединенные арабские эмираты азиатский регион но взрывная новость была да он играет ключевую роль в стратегическом планировании и в прошлом году риппл заключает партнерское соглашение с холдингом для того чтобы обслуживать рынки китая японии кореи в тайване в общем азиатский рынок дальше взрывная новость american express открыла платежный коридор с помощью сети риппл то есть быстрые платежи через испанский сантандер в атлантику дальше осень семнадцатого года это информация эта картинка была на конец августа семнадцатого года на сайте риппл какие банки в партнерстве с ними да это вот стандарт чертерет сантандер тот же самый сеп и так далее в общем мы видим что это в принципе банковская сфера дальше доходим до восемнадцатого года вестерн юнион буквально сегодня смотрела твиттер там как раз руководство риппл заявляет о том что они довольны сотрудничеством с крупнейшей платежной системой вестерн юнион дальше манни грэм тоже крупнейшая платежная система тоже тестирует риппл еще две платежки подсоединяются 31 января закончилась вот эти тестовые переводы сети риппл япония кореи с марта месяца если все нормально то они начинают работать уже по этой сети ну и из последних новостей в японии запускается биржа которая будет торговать относительно xrp монетой самой да и лиан лиан интернешнл присоединяется к риппл для обеспечения более быстрых платежей в китай то есть это трансграничные платежи между китаем сша и европы это тоже бомбовая новость значит риппл начинает сотрудничать с пятью крупными компаниями сингапура индии бразилии канады что мы видим в результате кто целевой клиент риппл получается риппл нацелен на банки на крупнейшие платежные системы на бирже их слоган их позиция это обмен деньгами должен происходить с той же скоростью как и обмен информацией в интернете значит ну какие бесспорные плюсы у этой сети с ними не поспоришь высокая практически моментальная скорость транзакций в сети скорость достигает равенства с платежной системой виза 4 секунды платеж идет безопасность проведения платежей возможность работы с разными валютами мизерные комиссионные сборы об этом мы поговорим чуть позже и дефляционность родных монет вот этих монет XRP которые после проведения платежей уничтожаются по самой системе то есть они сгорают после каждой транзакции банкам сотрудничество с этой сетью очень выгодно они экономят на сборах и получается экономия такая значительная что ну очень интересно более трех с половиной долларов за транзакцию они экономят поэтому они получают выгоду от сотрудничества но когда мы говорим о рипле нужно понимать нужно сразу расставлять точки над и то есть какая система координат рипл компания называется рипл лэпс рипл как сеть как плате как их инструмент это рипл распределенная платежная система с открытым исходным кодом в рамках которой ходит монета XRP в качестве внутренней платежной единицы сайт у них официальный рипл ком там можно все почитать но упрощу для вас задачу я уже почитала я вам расскажу немножко начнем с самой компании что это за люди рипл лэпс возглавляет брэд гарленхаус он вошел в список самых богатых американцев и пополнил список форбс наряду с крисом ларсоном то есть крис ларсон он стоял у истоков рипл а брэд гарленхаус он сейчас возглавляет является руководителем кто входит в их команду очень интересно на самом деле посмотреть и послужной список этих людей то есть люди системы однозначно в совет директоров входит влиятельный представитель крис ларсон как я сказала он занимает 8 место форбс над ним на 7 месте владелец гугл такаши акита это тоже очень влиятельный человек исполнительный директор азиатского филиала рипл в члены команды входит еще много достаточно людей ну вот давайте поговорим о дэвиде шварт посмотрите может быть его интервью и ролики кто это такой это главный криптограф то есть он отвечает за анонимность или не анонимность за всю криптографию что происходит в сети рипл Патрик Гриффин глава отдела развития бизнеса Маркус Тричер руководитель стратегических аккаунтов Стефан Томас технический директор это будет нечто находящееся на вершине всех публичных реестров мы пытаемся создать глобальный стандарт для всех платежей говорит Стефан Томас идея компании создать единую всемирную сеть которая объединит не только все но и компании частных лиц которые используют эти валюты и рипл со своим протоколом взаимодействия блокчейнов надеется встать у истоков этой сети о чем это говорит значит это говорит о том что в общем то банковская сфера потихонечку перенаправляется в цифровой мир слоган компания рипл лэбс это как я уже говорила деньги должны перемещаться так же легко как информация то есть движутся по миру в переводе легко надежно и глобально как информация движется в интернете и она представляет глобальную систему взаиморасчетов значит у компании рипл три продукта три направления три решения одно банковское решение называется x-current которое позволяет совершать трансграничные платежи очень удобно и моментально и экономия средства банков вот это вот зеленый такой значок мне напомнил знак сбербанка вам напомнил мне напомнил так дальше следующий продукт следующий продукт это x-рапид вот он предназначен для платежных систем для бирж для всех финансовых институтов которые занимаются переводом средств значит здесь такая система мы ее чуть попозже разберем как работает сама сеть рипл то есть рипл позволяет пользователям производить средства в любой валюте в долларах евро кронах мексиканских песо иенных рупиях драгметаллы золото платина серебро что угодно любая даже вот любые средства платежа причем это занимает секунды и нацеленность этого x-рапито на то что это очень удобно моментально это происходит без самого так называемого обмена просто сеть выстраивается на консенсус доверия и третий продукт который они предлагают для финансовых институтов которые занимаются платежами это просто для поставщиков платежей которые не требуют установки дополнительного программного обеспечения просто позволяет отправлять платежи по всему миру там где есть интернет понятно и значит в интерфейсе там есть расширенные функции то есть есть возможность выставлять счета фактуры и другие и другая там аналитика вот давайте теперь поговорим о том что рипл как рипл лэпс команду мы рассмотрели немножко поговорили о продукте и теперь вот монета которая нас с вами интересует XRP что она из себя представляет это собственная универсальная внутренняя расчетная единица в полном смысле валюта ее назвать нельзя потому что ее основное предназначение она защищает систему от спама при совершении транзакции сгорает монета если с одного узла идет много транзакций то комиссия повышается становится невыгодная ее спамить в общем вот ее собственно функция она с каждой транзакции значит монетки эти уменьшаются но они очень мизерные сама транзакция по стоимости очень мизерная получается эта монета она имеет внутреннюю стоимость но она как бы незначительная что с эмиссией эмиссии она была уже то есть произведен был выпуск 100 миллиардов токенов майнинг здесь совершенно не предусмотрен эти 100 миллиардов изначально были распределены в такой пропорции 20 процентов оставлено было людям из управления и 80 миллиардов для распределения средств около 7 миллиардов были распределены между пользователями остальные остальная часть денег она ну как бы заблокирована но все равно она находится в руках у управляющих это нонсенс вообще-то в сфере криптовалют это ну как бы не позволяла себе ни одна компания ни один проект когда более 67 процентов находится в руках у управления это говорит явно о том что система централизована и были уже случаи судебные случаи когда компания имела ручьи воздействия на средства в сети ripple и блокировала средства то есть это нужно понимать это я хотела отметить сама монета делится на составляющие они называются drops капли я тут привела да ripple могут заморозить я тут привела картинку сейчас она подается наверное вы ее пока не видите мне она понравилась показано что это капля она делится на миллион маленьких частей и комиссионные сборы составляют ноль точка четыре нуля один XRP то есть вообще мизерный сбор одна стотысячная часть что-то сегодня медленный у нас интернет так сейчас немножко подожду подгрузится здесь сейчас будет график роста ripple то есть смотрите мы новости с вами просмотрели с тринадцатого года на графике видно что роста до семнадцатого года не было монета стала в цене расти причем расти очень сильно в семнадцатом году на фоне новостей естественно самая пиковая ее величина составила по ну в связи с новостью о том что coinbase примет ripple в свой как бы листинг в свой перечень и больше никаких альткоинов они добавлять не будут на фоне этой новости просто зашкалила цена на эту монету но потом она немножечко снизилась но тем не менее надо понимать вот я по крайней мере такой делаю вывод то есть внутренней стоимости монета не имеет да на фоне новостей из банковской сферы начинается ее рост ну как будто бы это маркетинговый ход то есть какие еще основания для такого роста но мы сейчас это чуть попозже разберем я просто здесь вам показываю на графике как это происходит задают вопрос криптовалюта ripple считается ли децентрализованной это вообще некорректный вопрос потому что во первых ripple не является криптовалютой во вторых она не децентрализована является ли сеть децентрализованной но здесь вопрос такой официально считается что да сеть децентрализована то есть вот этот реестр ledger который лежит в основе он работает на распределенной сети но здесь есть нюанс сервера может создавать каждый добавится к сети может каждый но дело в том что чтобы получить аттестацию от компании ripple лэпс нужно получить статус доверенного узла для этого нужно иметь отменную репутацию быть доступным в сети иметь хорошее соединение при этом сторонних серверов если посмотреть в системе очень немного большая часть узлов принадлежит самой компании это тоже говорит в общем то о том что система очень сильно контролируется то есть получается что вся система взаимодействия в ripple очень похожа на принцип работы современных банков с отличием только в механике взаимодействия между собой и получается что фундаментальных отличий от банковской сфере такой какая она есть сейчас на земле в реале нет то есть банковский сектор он передвигается просто в цифровой мир причины для этого есть и когда мы перейдем к выводам я об этом расскажу об этих причинах ну а сейчас я предлагаю немножечко углубиться в историю чтобы понять как произошла эта компания 2000 год в свет выходит одна из первых в мире файлообменных сетей в миру ну как между собой называют ослик да потому что данки это ослик значит десятый год начинает работу мтдокс это печально известная биржа некогда крупнейшая но обе эти платформы это детище очень одного талантливого парня джеда маккалеба изначально вот это мтдокс он задумывал как площадку для обмена внутриигровых карт то есть расшифровывается magic the gathering но марк карпелис предложил ему такую сделку от которой он не смог отказаться марк карпелис купил эту площадку для того чтобы сделать из нее биржу по обмену биткоина тогда биткоин был очень дешев но перспективы роста были понятны и марк карпелис ее приобретает в марте одиннадцатого года состоялась у них сделка джек соглашается для того чтобы продолжить сконцентрироваться над работой над другим проектом над которым он уже тогда вел работу вовсе называется open down coin и вот здесь фотографии справа блондин это джек макалеб это вот этот парень про которого я говорю другой марк карпелис вы видите что на фотографии одной человек стоит с плакатом где наши деньги то есть были печальные события на самом деле обвиняли во многом ну значит макалеба но это беспочвенное обвинение на самом деле этот карпелис он неоднократно заявлял что полностью переписал код биржи и поддерживал в одиночку то есть джек макалеб к этому отношения вроде как не имеет макалеб продолжает работать над проектом open coin до тринадцатого года после чего проект переименовывается в ripple ripple переводится как пульсация или как рябь по воде а сам джек макалеб выходит из компании правда в качестве выходного пособия у него остается очень приличная сумма вот в этой монете xrp и он говорит о том что ему досталось 9 миллиардов этих монет из 100 миллиардов и там получилась такая вещь что он однажды хотел продать большое количество монет на бирже и вот как раз ripple команда управляющие заморозили его деньги на счетах это повлекло за собой судебное разбирательство макалеб судился с и с биржей и с компанией ripple labs 10 февраля 14 года джед регистрирует домен secret bitcoin project ком на котором была надпись когда я продал mt gox несколько лет назад биткоин стоил меньше доллара сегодня биткоин существует в новых условиях теперь я создаю кое-что новое что принесет пользу как биткоину так и всем вам мне нужны альфа тестеры джед чуть позже стало понятно сейчас уже эта ссылка не работает ну в то время когда переходили по этой ссылке вам открывался проект stellar то есть джед макалеб начал работать над проектом stellar а мы вернемся опять к ripple по официальной информации вот этот стэфан томас он я хочу даже процитировать не хочу пересказывать говорит так ну цели компании мы утверждаем что целью создания ripple было дать возможность людям вырваться из золотой клетки финансовых сетей банков кредитных карт paypal и других институтов которые ограничивают их финансовую свободу путем контроля обязательных сборов процентных ставок высоких комиссий за переводы и нередких задержек в обработке платежей дать людям возможность полного контроля над своими средствами избавить их от комиссии за переводы а сами переводы сделать мгновенными дать людям возможность выбора наконец звучит очень красиво так ли это на самом деле но давайте посмотрим как работает сеть ripple смотрите если немножечко провести такой аналог как будто мы на диком западе мне понравилось это она битс медиа был пример я его чуть-чуть перетрактовала но понравилось сравнение смотрите есть ковбой гарри он живет от своего друга джека очень далеко возможно в другом штате но он ему должен 100 долларов гарри встретиться с джеком никак ехать за 100 долларов далеко и неудобно передавать через знакомых деньги опасно и тоже неудобно и затратно и гарри решает что он может эти деньги 100 долларов передать через торговца который торгует по всему миру и заслуживает доверия гарри доверяет этому торговцу договаривается с ним и торговец принимает 100 долларов для того чтобы их передать другу джеку но торговец не сам едет в другой штат а пишет письмо своему торговому партнеру с просьбой чтобы торговый партнер заплатил эти 100 долларов джеку а они между собой разберутся так этот торговец и делает получается что джек получает 100 долларов от гарри но не от него самого а через третьих лиц вот эта система эта система говорит о том что есть доверие среди участников остается при этом долг вот этого торговца перед своим партнером но поскольку они свои люди они рассчитаются позже в любой удобный для них момент времени кстати такая система до сих пор существует в азиатских стратах и в арабском мире и вот что мы получаем что идет передача стоимости по цепочке некоторой которая основана на доверии но на самом деле здесь 100 долларов можно заменить на эквивалент этой стоимости то есть если все участники договорятся об этом эквиваленте то она будет работать например гарри передает торговцу 100 долларов а торговец предоставляет партнеру скидку на товар а этот партнер торговый джеку передает не 100 долларов а там тоже какую-нибудь скидку или там билет на бой быков то есть получается между ними идет некий взаимозачет при этом участники вот этой цепочки не знают друг друга и джек не знает никого кроме гарри гарри не знает партнера торговца но все все получили и это работает вот этот механизм лежит в основе рипла но здесь есть варианты правильно то есть вот этот гарри он может обратиться не к этому торговцу а может быть их там очень много этих торговцев и у этих торговцев есть свои торговые связи и партнеры и получается что гарри будет выбирать кому именно ему обратиться понятно что он будет выбирать с учетом что он будет экономить на издержках выбирает для себя самый выгодный вариант имея информацию о всех доступных торговцев о чем они и чем они могут расплачиваться гарри может легко подобрать самый эффективный вариант путем выбора той цепочки которая оптимальна именно для него вот за видимой вот этой вот хаотичностью и цепочкой на самом деле лежит учет лежит в основе грузбух как бухгалтерская книга журнал записей в которой которая содержит в себе список всех счетов и балансов в системе сами платежи транзакции заверяются лично подписью торговца проводящего сделку простые пользователи как гарри и джек избавлены от необходимости что-либо заверять но имеет возможность в любой момент времени проверить любую запись в грузбухе эти записи также могут быть доступны для просмотра любому участнику сети да и вообще любому желающему если он знает что он именно ищет вот рипл работает по такому же принципу это система транзакций сети интернет которая основывается на определенных договоренностях между узлами серверами сети рипл сердцем является ledger как распределенная база данных как некий реестр этот реестр общий между всеми серверами то есть у каждого сервера своя копия базы содержащая запись о всех аккаунтах в сети новый реестр создается каждые несколько секунд самый актуальный реестр самый последний называется last close ledger то есть самый последний зафиксированный реестр в любой момент времени вот этот lcl является точным отражением состояния всех аккаунтов сети транзакция в сети рипл это любое предложение любым узлом любым сервером изменение реестра причем инициатором транзакции может выступать любой сервер каждая транзакция распространяется по всей сети активных узлов аналогично рябе на спокойной глади водоема рипл помните переводится как пульсация или как рябь на воде получив или сформировав транзакцию сервер автоматически приходит к консенсусу какие новые транзакции стоит добавить в реестр а какие исключить вот на этом основана работа сети рипл я я говорила про три их решения про x-current которые это банковский продукт для трансграничных платежей x-рэпид для обмена и x-via да для платежей так вот эта сеть ну это в общем-то нацелено на x-рэпид значит и вот эта сеть она должна взаимодействовать с внешним миром как она взаимодействует взаимодействует через так называемые шлюзы связующее звено между сетью рипл и магазинами обменниками другими сервисами позволяющими вам совершать покупки в один клик за считанные секунды чтобы воспользоваться шлюзом вам нужно иметь кошелек или отправить деньги по шлюзу путем банковского перевода кредитной карточки или любой другой поддерживаемой платежной системы при этом шлюз выдает вам сумму ваших активов своего рода универсальный век с которым вы можете пользоваться внутри сети в пределах предоставляемым шлюзом линии доверия при совершении всех своих операций то есть здесь заложено это все основано на системе вот этого доверия для того чтобы возникло доверие должно быть некоторое количество денег на счетах либо денег на кошельках либо денег в каком-то пуле ну или если мы говорим про трансграничные платежи на самом деле вот есть такой сайт я вам его здесь нарисовала можете себе скопировать здесь очень интересно если вы кликните вот на этот сайт xrp charts через вот эти слэша да через диез граф ну в общем там графическая такая история как работают шлюзы с узлами ну красиво как мультик как такой графический элемент да то есть можно выбрать валюту можно посмотреть как идет взаимодействие вот этой сети и узлов как передается информация красивая картинка ну и наглядно видно в интерактивном режиме сейчас подгрузится слайд курс бесплатный значит какая идея этого xrp в том что у вас появляется возможность менять свою валюту на любую другую по самому выгодному курсу за один клик просто добавив нужный шлюз вообще оплатить можно в любой валюте вне зависимости от того какая у вас есть на кошельке в этом заключается самоудобство в этом случае будет произведена автоматическая конвертация через доверенные шлюзы по оптимальному курсу и оплата будет произведена в нужной валюте это без сомнения очень сильная фишка и большой плюс риппл это не банк риппл это компания которая связана с банковским сектором так и вот собственно что я хочу сказать серверов обслуживающих эту систему много да но они во первых централизованы им дают разрешение то есть чтобы быть этим сервером нужно получить аккредитацию у риппл лаб в сети есть вот понятие доверенных узлов это означает что доверенные узлы только могут осуществлять там транзакции любой желающий в принципе может заявить об этом но как бы не любой этот желающий будет аккредитован так скажем вероятно это как раз и послужило причиной ухода Джеда Макалеба из этой компании и он занялся своим стеллером пример про то как он пытался продать свои XRP на бирже битстемп я вам уже сказала что он когда ушел забрал с собой большую сумму денег выставил на продажу но там была такая большая сумма что она могла бы обвалить курс этого XRP и значит управляющие этой компании воспользовались рычагом и заморозили средства Джеда Макалеба это говорит о том что система централизована мы поговорили о XRapid теперь в двух словах как работает система для банков для трансграничных платежей спрос на трансграничные платежи увеличивается как работает сейчас традиционная банковская система она очень дорога она очень неэффективна там много времени это занимает есть ошибки Ripple предлагает банкам альтернативу определенную сейчас расскажу вам на примере то есть если мы берем средний банк ой какой сегодня медленный интернет ребята извините не знаю чего такое загружается очень медленно значит как происходят переводы переводы происходят через внутреннюю инфраструктуру да традиционный перевод то есть например если мы отправляем деньги по свифту мы во первых это человеческая человеческий фактор это ручная обработка это 3-5 банковских дней это высокие издержки это вероятность ошибок которые совершают этих ошибок достаточно высок порядка 13 процентов я тут привела некоторую статистику по затратам 1,6 трлн долларов в общесистемных расходах на глобальные трансграничные транзакции конечно банки это в первую очередь коммерческие учреждения они считают прибыль и они хотят оптимизировать свои расходы и уменьшить эту расходную составляющую как происходит перевод сейчас если мы хотим отправить например перевод из Штатов в Японию получается что банк взаимодействует с корреспондентским банком сейчас подгрузится средний банк должен заранее профинансировать счет в банке корреспонденте или установить с ним кредитную линию банк корреспондент в свою очередь сам или через свои партнерские отношения переводят эти деньги в валюте и получается что получатель получает уже в национальной валюте платеж система взаимодействия через корреспондентские банки она устраняет необходимость поддерживать ностро такие специальные счета которые требовалось бы открывать банком это тоже для них неудобно и затратно поэтому следующий слайд короче говоря сейчас идут платежи через банки корреспонденты то есть банк загружается банк США предположим хочет отправить перевод получателю в банк Японии что он делает он отправляет и платеж проходит через как бы центробанк США доходит до банка корреспондента США есть еще банк корреспондент в Японии они обмениваются информацией о том что нужно дальше отправить платеж и уже после того как тут на картинке вот будет видно после того как банк корреспондент Японии получает информацию о том что нужно получателю выдать средства да он открывает свой аккаунт ну не аккаунт а шлюз этот да и выплачивает деньги короче говоря цепочка очень длинная очень высокие накладные расходы по этой цепочке получается сейчас картинку я приближу побольше это сами картинки с сайта Ripple то есть у них есть такой документ который объясняет взаимодействие между в банковской сфере и получается что вся эта цепочка она достаточно затратна и неудобна для банков они предлагают другое решение они предлагают банкам купить установить сеть Ripple которая позволит обойти все эти моменты и переводить деньги с одной точки мира в другую в другой банк моментально за вот эти 4 секунды при этом не нужны никакие корсчета не нужны никакие договоренности никакие там 3-5 дней все что нужно это иметь эту сеть то есть банк должен быть подключен к сети Ripple получается каждый из банков участников подключает эту сеть они имеют только национальную валюту и учетную запись по факту даже не монеты а учетную запись вот в этой монете XRP получается как бы такой пул да бассейн и им нужно в принципе банку требуется только достаточное количество вот этих монет XRP для обслуживания самого большого платежного обязательства больше ничего не требуется короче говоря другими словами сама монета XRP в трансграничных платежах не участвует сама монета XRP в Xvia тоже никак не участвует сама монета XRP участвует только в решении продукта XRapid и то в качестве оплаты за транзакцию понимаете да к чему я говорю то есть если понимать эту систему на каком основании так сильно может вырасти курс монеты то есть она имеет внутреннюю стоимость но ее стоимость очень незначительная ее даже валютой назвать нельзя в полном смысле таким образом работая непосредственно на своей национальной валюте и вот этой монетой Ripple банк минимизирует количество вовлеченных посредников экономит на издержках в том числе оплате персонала минимизирует ошибки на переводах что увеличивает их прибыль какие мы можем сделать отсюда выводы что компания это концепция перевода банковской системы в цифровой мир что это значит если в реальном банковском секторе ведущая валюта это доллар сша доллар сша сейчас есть некоторые сложности с тем что образовался с одной стороны это ведущая валюта которая содержится в резервных фондах но с другой стороны госдолг сша настолько огромен что тоже думают что с этим делать и возможно вот этот переход как бы перелив денег фиатных в цифровые возможно даст решение этой проблеме все трипл централизованно несмотря на открытый код имеет три продукта как я сказала X-Current для трансграничных платежей в банковской сфере X-Rapid это обмен на доверие моментальный обмен с мизерными издержками минимум ошибок в этом их сильная фишка никто не спорит и X-VIA это обычные платежи ну через в общем то стандартный интерфейс сама монета не является криптовалютой она не может майнится потому что она уже сделан как бы при майнинг уже сделан выпуск 100 миллиардов монет она имеет мизерную внутреннюю стоимость она сгорает при каждой транзакции то есть несет в себе дефляционную составляющую большая часть монет нонсенс находится в руках разработчиков управляющих и следствие централизации то что управляющая то есть сама компания может влиять как на курс монеты Ripple она имеет рычаги замораживать средства она имеет рычаги еще другие рычаги в плане которые касаются анонимности приватности и касаются вообще ну так скажем всех других средств которые находятся на счетах клиентов сеть основана не на блокчейне она основана на системе шлюзов на консенсусном реестре и все транзакции подтверждаются серверами которыми владеют банки или которым эти банки доверяют система создана однозначно для банкиров чтобы перевод фиатных денег из одной точки мира в другую был для них прост дешев и быстр в 2015 году компания сделала такой биткоин мост так называемый который позволяет переводить любую валюту через вот эту монету Ripple на биткоин адрес они запустили мультивалютную поддержку без системы обмена то есть это отразилось вот на высокой скорости и на минимуме комиссий зачем это надо банкирам да ну децентрализованный биткоин он стоит в противовес централизованному цифровому активу Ripple через Ripple банкиры возвращают свое превосходство то есть если как бы люди которые хотели уйти из-под влияния банковского сектора перешли в криптомир то как раз банковская сфера догоняет и даже можно сказать перегоняет и возможно перегонит потому что если мы посмотрим на цифры по капитализации Ripple от биткоина по капитализации отстает всего лишь в 4-6 раза в 5 раз с учетом скорости то как растет капитализация Ripple все возможно что в очень короткий период Ripple даже обгонит биткоин с 13-го года с момента создания выпуска да курс вырос более чем в 50 тысяч раз и он вырос там на 37 по-моему тысяч раз в семнадцатом году о чем это говорит ну я говорю если посмотреть ну смотреть эту саму технологию то есть не было такого момента который бы нам мог показать почему произошел такой резкий скачок все это было только на новостных дрожжах эта монета Ripple она не является деньгами не является вообще валютой не то что криптовалютой валютой не является потому что свойства денег это есть три свойства да классические средства платежа универсальный эквивалент стоимости и средства сбережения как прогнозируемая редкость так вот что можно отнести к Ripple как к монете это как средство платежа что касается биткоина то биткоин несет в себе две составляющие это средство платежа и средство сбережения как эквивалент еще не дотягивает до этого хотя в некоторых странах уже и это происходит например там без проблем можно рассчитаться биткоин какие преимущества у Ripple это нужно тоже понимать затрачивает меньше энергии сделки проходят быстрее комиссии минимальные все прозрачно но антианонимно то есть банки могут отследить и применить как я говорила рычаги воздействия недостатки ну однозначно все вот это вся эта централизация лишает монету криптовалютной основы мы видим в общем то то что произошло вот на этих новостях это не что иное как пампинг по другому сказать это нельзя вообще пампинг ну запрещен да но тем не менее кому то запрещен кому то разрешен мы видим как на новостном фоне роняют биткоин ну в прямом смысле этого слова просто новость за новостью выходит о том чтобы неопытные инвесторы испугались и продали биткоин а что происходит параллельно следом крупные игроки киты богатые люди банкиры хеджинговые фонды вообще институациональные да игроки они скупают биткоин кроме того недавно вышла новость о том что семь стран заявили что будут пересматривать распределение золота валютных резервов в сторону биткоина потому что это самый надежный актив то есть нам они говорят новости обратные а на уровне стран решается и я даже здесь сделала выписку ссылаюсь на бит бит медиа вот давайте почитаем центральные банки стран большой семерки из года в год покупают одни и те же иностранные валюты ценные бумаги специальные права заимствования драгметаллы в основном золото поскольку осознание системной слабости обычных валют становится очевидным и контрастирует с ростом криптовалюты исполнительный комитет центральных банков включая директоров президентов председателей будет отклоняться от текущей инвестиционной политики в отношении резервов управления биткоин и другие криптовалюты будут добавлены в список ценных бумаг и валют деньги центрального банка будут вливаться в криптовалюты криптовалюты не сказано что только биткоин заметьте но не ждите что эта информация будет в свободном доступе это будет происходить за закрытыми дверями так как старые привычки умирают с трудом на что сказать я говорю что здесь в общем то все понятно что будет происходить но мы на это повлиять все равно никак не сможем просто нужно это иметь в виду в итоге мнение и комьюнити и вообще люди которые связаны как-то с криптовалютами мнение разделились на два лагеря первый лагерь говорит что рипл это не крипта нужно ее убрать с коин маркет кэпа нужно ее убрать ну с бирж по хорошему но это уже не сделать потому что они централизованы тоже а вторые говорят что биткоин ничем не обеспечен он никем не имитируется поэтому рипл поддерживают банкиры это надежно есть те люди которые занимают нейтралитет которые просто могут воспользоваться ростом курса главное уметь вовремя купить и вовремя продать да выводы вы сами делаете как вам лучше поступить но тут нужно иметь ввиду что есть нюанс поскольку у аппарата рипл лапс есть рычаги воздействия на ваши счета значит они могут воздействовать не только на средства которые находятся в сети рипл но и на другие ваши счета тоже и это в общем то не скрывается и лонг давала интервью по этому поводу ну это не скрывается это можно найти значит всю основную информацию можно взять из открытых источников у рипл есть рипл ком сайт есть канал в телеграме где очень много информации вы можете почитать там и собственно и новости все и всем можно настроение в сообществе проследить и основную информацию я беру из твиттера потому что твиттер он быстрее всего доносит эту информацию до нас я тут вам сделала скрин вот смотрите девочка пишет спасибо как отправила она 0,5 эфира да она отправила 0,5 эфира и получила 0,5 эфира за 4 минуты дошла транзакция то есть есть люди которые хлопают в ладоши и радуются в общем то что есть такая система какие перспективы роста у монеты ну на сегодня это скрин сегодняшнего дня курс составляет 94 цента на некоторых биржах возможно он отличается немного да но все равно в районе этой величины если присмотреться прислушаться к техническому анализу что говорят ведущие трейдеры конечно рост будет на этом росте можно сыграть в принципе сейчас и момент неплохой для закупки можно купить для тех кто еще не успел купить и будет рост это видно на графике очень четко что касается анализа не технического а фундаментального по новостям и по глобальной ситуации в экономике и в мире что связано да то мы знаем о том что госдолг США огромен и если рассматривать вот эту их политику как перевод доллара в цифровую валюту а возможно это и есть рипл а может быть рипл это как форвард как предшественник какой-то другой валюты да то можно немножко спрогнозировать курс рипла в долгосрочной перспективе для этого нужно взять сумму госдолга США и разделить ее на количество монет рипл и мы получим если это только чистый долг США мы получим курс в районе 500 долларов за монету если госдолгу США прибавить долги корпораций там домохозяйств по другой отчетности то он будет доходить порядка до 2700 долларов ну вот такие перспективы но это каждый из вас сам решает нужно покупать не нужно я тут такие советы не даю я даю только информацию и куда смотреть в общем-то в рамках вебинара я наверное ограничена по каким-то моментам по информации но я вас более-менее определила куда вам смотреть но у меня есть google класс куда я выкладываю много интересных видео обзоров информации статей если есть желание добавляйтесь там вы почитаете ну узнаете про рипл больше чем узнали сейчас на вебинаре ну а сейчас наверное осталось время для ваших вопросов кстати да хочу сказать что все информацию для всех своих презентаций я беру из открытых источников не пользуюсь ничьими авторскими правами поэтому это все доступно для каждого ну что ребят слушаю вас запись вебинара будет запись выложена либо в группе либо ну в моем google google классе который я сказала да кстати ребят вот если вы проскролите чат наверх вы увидите там ссылочку на google форму если есть у вас какие то вопросы пожелания вы там можете их озвучить я их мониторю и какие то темы добавляю в свои обзоры по монетам я сейчас задам все таки ну или послушаю есть ли вопросы по риплу и задам традиционный вопрос какую монету будем рассматривать следующий четверг что вы хотите узнать мы идем по монеткам которые есть в кошельке вирекс кстати вирекс недавно добавили новую монету поэтому да пожалуйста эфир эфир уже был эфириум вы имеете ввиду биткоин эфириум биткоин кэш эфириум классик мы рассматривали записи есть стеллар насколько я помню он только в разработке у вирекса предлагаю давайте выберем вот из списка тех монет которые есть уже сейчас в кошельке вирекс это и интересные монеты вот которые работают над вопросами приватности анонимности эзет кэш монера монета дэш та же доги многие спрашивают про нее можно ее взять на рассмотрение суть смарт-контрактов ну я затрагивала на прошлых на прошлых встречах когда мы говорили про эфириум я приводила примеры смарт-контрактов как они работают ну можно было бы вот кстати по поводу смарт-контрактов после вот этой истории с джедом когда управляющие заморозили на битстемпе его средства пошла такая гуча в обществе и они средства которые были выпущены и как бы заморожены они их разделили на смарт-контракты и теперь смарт-контракты открываются поочередно ну как бы предполагается что будут каждый год раскрываться и средства будут тратиться ну на основании смарт-контрактов доги да нам нам доги хорошо давайте тогда заполняйте гугл форму я сколько будет голосов да вот перевес доги коин или нам вот эти монетки тогда и рассмотрим да запись будет запись будет ребят если многие вот спрашивали я помню как попасть в этот мой гугл класс да давайте я вам дам ссылочку сюда это моя онлайн визитка вы можете со мной связаться и я вам вышлю приглашение вы там не потеряетесь и увидите записи и какую-то дополнительную информацию сигналы я там даю ну в общем много интересной информации в гугл классе да пожалуйста всего хорошего хорошего вам вечера приходите на вебинары каждый четверг в 20.00 по москве ну а сейчас поблагодарим еще раз компанию виркс за такую возможность виркс очень надежная компания я сама держу там средства рекомендую и для хранения и для инвестиций воспользоваться такой возможностью потому что удобно для если вы не трейдер не какой-то там продвинутый пользователь обычный человек который хочет купить некоторые криптомонеты и просто держать их у себя на долгосрок если вы ходлер да то виркс предоставляет вам такую возможность сейчас работают ребята над тем разработчики чтобы до 50 монет было в кошельке виркса кроме хранения есть еще инвестиционная программа можете воспользоваться различными тарифами под разные услуги для монеты поэтому хороший вариант ну все хорошо я с вами прощаюсь тогда всего хорошего увидимся в следующий четверг пока пока